Осень вот-вот уже наступит, и медицинские работники рекомендуют северянам не затягивать с прививками. Как обезопасить себя и близких от коронавируса и гриппа, рассказала эксперт. Хотелось бы упомянуть про так называемый респираторный этикет. Если вдруг вы чувствуете, что у вас есть признаки заболевания, вы чихаете, вы кашляете, не все знают, как это нужно правильно делать. То есть нужно использовать либо салфетку, либо носовой платок. Если такового нет в распоряжении, то нужно чихать в сгиб собственного локтя. Чихать нужно с умом, отмечают эксперты, так, чтобы не заразить других. Всего несколько дней осталось до наступления осени. Из-за похолодания статистика заболеваемости в регионе растет, и ковид не стал исключением. Как защитить себя и окружающих? Человек, который болен респираторной инфекцией, может заразить до 40 других людей, которые здоровы. Поэтому, безусловно, нужно принимать меры, которые помогут вам защитить себя. Одна из таких мер – это ношение медицинской маски в местах большого скопления людей. То есть это общественный транспорт, это магазины, торговые центры и, безусловно, медицинские организации, куда вы идете. Помимо ношения медицинских масок, снизить риск заболеваемости северянам поможет вакцинация. Вакцинация должна быть своевременной. Каждый год мы говорим о том, что нужно вакцинироваться от гриппа. Сейчас мы говорим о том, что нужно вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции. Это позволяет существенно снизить риски того, что вы заболеете. И даже если вдруг заболевание все-таки будет иметь место быть, оно будет протекать в гораздо более легкой форме, не требующей госпитализации, без осложнений. По словам специалиста, число тех, кто прививается в первый раз, минимально. Большинство горожан уже проходили вакцинацию, а некоторые и не по разу.